На библейский портал «Экзегет» поступил вопрос, должен ли собороваться здоровый человек. Конечно, не должен, потому что это таинство, каждое таинство Господом дано благодати Святого Духа, какое-то воспоможение природы человеческой. Большинство таинств затрагивает прежде всего душу. Таинство, таинство, которое объединяет и является итогом всех таинств. Причастие тела и крови Христовой мы каждый раз причащаемся в исцелении души и тела, таинство всеобъемлища. Таинство елеосвящения – это таинство милосердия снисхождения именно к нашим телам. Ной посылает Голубку, Голубка возвращается с оливковой веточкой в клювике, и вот это масло, масло как символ милосердия Божия. Вот вспомните, вспомните, что апостолы шли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли, говорит апостол-евангелист Марк. И апостол Иаков, проясняя слова евангелиста, продолжая проповедовать Слово Божие, говорит, да, давайте, поручите это дело. Вот да, сейчас апостолов, может, столько нет. Вы уже следующее поколение христиан, которые не напрямую с апостолами контактируют, а которые контактируют с апостольским преемством, со священниками. Пусть священники соберутся и от лица церкви помолятся, чтобы Господь проявил милосердие. Поэтому, конечно, таинство соборное нужно тем, кому нужно милосердие, и какое-то заболевание нас от Бога отделяет. Другое дело, что мы, если мы утверждаем, что мы не болеем, что у нас никаких заболеваний нет, то мы уже по своей гордости, увы, не можем называться полноценными христианами. Потому что грех, он влечет за собой смерть. Болезнь — это медленное умирание. Лишенных и не чувствующей болезни может только человек, абсолютно безгрешный, которым был Господь наш Иисус Христос, и тот добровольно, ради нас, принимая наш грех, принимает боль, мучения, пытки, мучительную смерть. Поэтому каждый человек, каждый человек все равно болен. Поэтому тут следует разделить ситуации экстренные и ситуации нормативные. В традиции русской церкви есть соборование раз в год, когда человек приходит, и чаще всего это великим постом, после времени покаяния. Помню, что апостолы не исцеляли оба кого. Исцеляли тех, кто готов был покаяться, поменять свою жизнь. Так и человек приходит. Вроде даже его болезнь не скашивает какая-то сильная, но просто говорит, Господи, вот я каюсь, понимаю, что ты мне напоминаешь через немощи о моем греховном недостоинстве, но я в них разобрался. Вот я покаялся, вот я готовлюсь причтить святых христовых тайн, помоги мне через таинство соборования. Есть уже экстренная ситуация, когда человек попадает в больницу, в аварию, и священник приходит, и его собор от лица церкви просит, О, Господи, дай этому человеку еще время и силы восстановить свое здоровье и себе послужить. Ну, или к этим экстренным тоже добавлю некоторая плановая ситуация, когда человек собирается, наоборот, на операцию, и в преддверии ее просит милосердия. Тогда человек идет в храм и договоряется, Батюшка, вот на буднях будет операция, не могли бы сегодня после воскресной службы задержаться меня по собору, потому что я болен, и раз апостолы говорят, что можно, можно получить вот это исцеление, что может Господь взять и своим милосердием направить руки врачей, чтобы они действовали идеально и мне помогли. И человек идет и это получает. Поэтому, увы, как Господь говорит, не здравие требует врача, но болящие. Пришел призвать неправников, а грешников на покаяние. Поэтому мы еще все, конечно, болящие, мы все еще грешники, мы все идем на покаяние и радуемся тому, что Господь готов и наши телесные силы в таинстве собора не укрепить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok